Девушки отдыхают Значит, вы должны говорить напрямую с председателем правительства, но он занят управлением страной. Я попытаюсь его заменить, если вы не против. Ещё вопросы? Да. Во что вы одеты? Что? В чём вы сегодня? Вам не кажется, что наша одежда много говорит о нашей личности? Послушайте, я могу ответить на ваш вопрос, но должна проинформировать вас о том, что этот разговор прослушивается сотрудниками полиции, техническим персоналом секретной службы, офицерами связи, начальником спецназа и другими должностными лицами. В этом случае, думаю, будет вежливо поприветствовать их и представиться им. Господа, очень приятно. Извините, что я не говорю вам своего имени, но вы можете называть меня профессором. Так меня называют все. Здравствуйте, я Анхель, заместитель инспектора полиции. Очень приятно, Анхель. Как дела? Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Как дела? Очень хорошо. Я в порядке, большое спасибо. А вы? И после этого эмоционального момента скажите мне, чего вы хотите? Время. Чтобы попытаться во всем разобраться. Послушайте меня, инспектор. Нам не хватило несколько секунд, чтобы уйти, но мы прекрасно подготовлены, чтобы защищаться, так что... Постарайтесь избежать любого вида вторжения. Я могу вам доверять? Разумеется. Но для того, чтобы я вам доверяла, вы должны кое-что сделать. Отпустите ребят из колледжа, они несовершеннолетние, так будет лучше. Но, инспектор, вы же до сих пор мне не ответили, во что вы одеты. Я в костюме с серым пиджаком. В голубой блузке. В чёрных ботинках на каблуке. Ну, думаю, этого достаточно. Хорошо, теперь я гораздо лучше могу вас представить. Но, инспектор, женский костюм с пиджаком может состоять из юбки или же из брюк. Так что, в следующий раз будьте чуток более конкретной. Дайте мне обдумать вашу просьбу. Прослушайте, что это за псих с 60 заложниками, которые насмехаются над своей переговорщицей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok